Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рад вас видеть сегодня. Я не ожидал, что будет так много народу. Я думал, что уже какой интерес к этой теме отпал. Немножко в обществе, оказывается, совершенно нет. Я очень рад видеть вас и журналистов также. И я надеюсь, что наш вечер будет полезный за дело и будет продолжать именно ту задачу, которую сводящий Патриарх и Папа поставили перед нами. Я очень рад вас представить в наших гостях сегодня вечером. Это отец Томас и Фоман Гарсия, который возглавляет институт Святой Уфауи здесь, в Москве. Он сам из Чили учится в Чили, и он принадлежит ордену иезуитов. И отец Валентин Асмус, который, для меня это большая честь, что сегодня разделяет наш вечер отец Валентин, потому что для меня он один из самих в Москве, просто протериев, москвей, уже духовный, действительно, и его образование. И так как он подает, и как он знает историю церкви и богословия, мне кажется, будет очень ценно для нас сегодня вечером. Отец Валентин наставит право по праву Святой Богородицы в разном цели, и сейчас в основном трудится в православной антиклопедии. И чтобы мне помочь сегодня вечером Ксения Рученко, журналист, мы думали, давать другие у нашего вечера таким образом, что мы зададим несколько вопросов нашим гостям. Это будет первая часть, а вторая часть уже ближе к концу, мы передадим слово вам, чтобы вы тоже, может быть, могли задавать те вопросы, на которые вы еще не поручили ответа. Как короткое, может быть, видение, потом я придам слово Ксении, я сказал бы, что со стороны католиков, католической церкви в России было большое ожидание об этой встрече. Она подготовилась, ну, для нас, по крайней мере, мы так и надеялись, слушая, что Ян Павел II придет встретиться с патриархом Алексеем, потом мы думали, может быть, перед их 16-й встретится или приедет в Россию. И уже, как бы надежды никакой не было, никаких предположений не было, что такая встреча состоится, и вдруг за неделю мы узнаем, что вот через неделю они встретятся. Это действительно неожиданно было для всех нас. И сейчас прошли почти два месяца, и вопрос немножко, ну, а что поменялось сейчас? Может быть, все, встреча была и все, да? А что дальше? И, собственно, поэтому задумали эту встречу. Здравствуйте. Я бы хотела сначала немножко очистить контекст восприятия этой встречи в России. Ну, во-первых, конечно, то, что все федеральные каналы говорили, что эта встреча – тысячелетия, и всячески преподносили это как такое событие, которым еще никогда не было в мировой истории. Конечно, римские пары встречались и до этого с представителями православных церквей, просто у нас про это как-то не принято говорить, мало кто знает. Но, в общем, эта встреча была очень громко преподвесена вообще на всю страну, то есть не только как событие для православных, но и вообще как такое важное историческое событие, которое случилось вот в этом году. С другой стороны, комментарии аналитиков в основном были о политическом контексте. Ну, отчасти благодаря такому пиару и комментированию на федеральных каналах и вообще в крупных СМИ, то, что это был такой политический жест, что это скорее речь идет о дипломатии и о политических отношениях, чем о собственном церковном содержании. И таких текстов было очень много вот именно в таком аналитическом поле. Если говорить, собственно, о православных, то реакция была, ну, самая громкая реакция была реакцией, скорее, неприятия. То есть, может быть, таких, этот круг людей, которые настроены католикам враждебно к этой встрече, не очень широк, но они очень начали активно действовать после того, как эта встреча состоялась. И собираются круглые столы и мы в Петербурге с участием священников, историков каких-то, причем профессоров даже МГИМО, и там обсуждаются вот эти темы ереси, отступничества и всего наследия. То есть, такая реакция тоже есть. С другой стороны, что меня поразило, и вот мы немножко с отцом Валентином даже подсудили перед началом вечера, что, с какой бы стороны ни были вот эти православные реакции, много и доброжелательных, и вот таких, мягко скажем, критических, они основываются на каких-то совершенно невежественных представлениях о том, кто вообще такие католики современные, что такое католицизм. То есть, в лучшем случае, это такие представления с 19 века, а в худшем вообще какие-то мифологемы, которые взялись из какого-то коллективного бессознательного, даже невозможно перечислить. То есть, это абсолютно невежество. И вот то, что мы плохо знакомы друг с другом, мне кажется, прежде всего, показала вся эта история со встречи Папы и Патриарха. И я так понимаю, Жан-Франсуа, что эти католики в массе своей вообще не очень хорошо представляют такие русские православные. То есть, это не только у нас невежество, но и у вас не очень, ну, как вот, те, кто не знаком с Россией, русской культурой, как прицельно, тоже мы очень поняли, с кем это Папа встречался и что это вообще за... А в Сибири происходит вообще? Вот я поэтому предлагаю задавать именно этот вопрос наших гостям, именно как бы это воспринято в ваших собственных кругах католических и православных это встреча. То есть, вы из Чили, поэтому у вас такой мировой просто взгляд. Может быть, мы можем начать с вас, это свобода? Да? Вот, я сказал более, что... Ну, вначале, конечно, реакция в католическом мире была очень положительная. Ну, и я, я сказал, были даже какое-то утешение. Ну, все были в восторге. А когда оздоровились Патриархи и Папа, они передали нам всем. Ну, какая радость просто. Я думаю, что это как-то первая, первая реакция. То, что мне касается интересно, что вот это собрание наконец совершилось. и совершилось без условия. Это, мне кажется, что-то особенное. Ну, в крестьянской точке зрения. Потому что дает возможность в будущем встречаться снова. Так что я думаю, что первая реакция – утешение. Потом, в течение этих двух месяцев, то, что, мне кажется, что произошло в католическом мире, что более понятно, о чем идет речь по поводу этой встречи. То, что говорил Папа Франциско, когда уединил с Габани в Мексику, что это была, он определил, как пастырская встреча, можно сказать, духовная встреча. Но нет, теологическая. И это, мне кажется, что это важно. Потому что иногда в католическом мире, то, что я вижу, что были очень такие высокие ожидания от этой встречи. Так что, когда Папа Франциско предъявил, что это пастырская встреча, мне кажется, правильно, потому что, конечно, есть богословские, теологические вопросы, которые нам нужно обсудить и поговорить. Но, и, конечно, теологические собрания между православной, русской эссерфией и католической эссерфией идут. И идут довольно хорошо. И как-то постоянно. Так что, я сказал бы, первая реакция вначале, когда все были в восторге, были в утешении, и это тот, к сожалению, духовности говорит, что действительно, это были от Бога, утешали всех. Другая реакция, мне кажется, более реалистическая, что вот не надо желать слишком много. Это уже совершилось, эта встреча, это слава Богу. Но давайте как-то спокойно тоже немножко относимся к этой встрече. Что касается реакции православных, то, конечно, были и какие-то положительные отклики, и даже иногда восторженные. Но все-таки вот то, что больше всего, громче всего звучит, это негативное восприятие встречи. Причем те, кто эту встречу не приемлют, очень часто стоят на каких-то непреалистических позициях. Прежде всего, они не вдумываются в те слова, которые были совместно заявлены Папой и Патриархом. Они считают, что если встреча состоялась, то уже тем самым или произошло уже объединение церквей, которое, конечно, не может быть иначе как ложным, или, во всяком случае, это заявление о очень скоро грядущем объединении православной и католической церкви. Конечно, никаких таких заявлений здесь не было. В совместном заявлении двух иерархов подчеркивается, что это очень трудный и очень долгий процесс. Собеседования в Богословске давным-давно уже идут. И русская православная церковь не ведет особого, сепаратного диалога с католической церковью. Она участвует в всеправославном католическом диалоге. И участвует, надо сказать, очень активно, защищая свою позицию иногда, споря с нашими православными братьями, которые иногда имеют какие-то другие подходы к отдельным вопросам, обсуждаемым на встречах православных и католиков. Но, к сожалению, у нас многие, кто был заранее уже настроен к неприятию встречи патриарха и папы, как-то нашел подтверждение своим опасениям и сразу активизировались очень такие нетрезвые и крайние умы. Даже доходит до того, что распространяются в интернете какие-то фальшивки, например, якобы подлинное и полное постановление первого Ватиканского собора о папском примате. Явная фальшивка, которая никогда не была и не могла быть принята католической церковью. Но поскольку не все могут это проверить, то многие верят таким наветам и воспринимают встречу двух первых раз, как лично почти апокалиптическое. Мы, наверное, вернемся к каким обвинениям, которые звучат внутрь православной сверки, внутрь и католиков в сверки. Но один вопрос может быть. Тот факт, что не было подготовлено, в смысле, что так внезапно было объявлено об этой встрече, это фактор, который был прожителен или отрицательным? Как вам кажется? Это помогло, чтобы эта встреча состоялась? То, что буквально за неделю, даже когда архитический собор ничего не знал об этом, или это плюс или минус в этом смысле? Я не присутствовал на архиерейском соборе, я не знаю, что там делать, может быть, там было какое-то обсуждение, предстоящие встречи, я не исключаю этого. Но, вообще говоря, если вот судить по последующей реакции нашей здешней русской православной публики, то, скорее, вот это было сознательное решение не распространяться о грядущей встрече, чтобы избежать всяких превентивных ударов со стороны противников любых подобных контактов. Я думаю, что в католическом мире это не было, как, не знаю, отрицательно, потому что тоже, например, по-моему, тоже эта встреча между Павел VI и Патриархом Афинагуром тоже не была так заранее предупреждена, так что нет, я думаю, что с позитивной терцей зрения помогло таким образом, потому что таким образом мы можем как-то убегать немножко от всякой влиянии, не знаю, от неадекватных реакций медиа. Это дает Патриарху и дает Бабе, я предлагаю, только боль и свободу. И это действительно, конечно, полезно. Но в католическом мире я не думаю, что это было что-то негативное. Папа извит, с вами извит, не советуется, потому что, например, он, наверное, советуется, с некоторыми извитами, но он не из Москвы, скажем. Ну, тогда я предлагаю перейти уже к обсуждению, собственно, взаимоотношений между нашими церквями, которые более, может быть, содержателем богословским вопросом. Как вы думаете, вот на этой встрече очень часто звучало слово «диалог», ну, вот не на встрече, а когда Папа и Патриарх вышли и сказали уже на публику, собственно, подписывать декларацию, и среди социальных комментариев тоже все время говорили, диалоги, об общении. А вот как вам кажется, какое вообще общение возможно между нашими церквями и на каком уровне, ну, на каждом из уровней, на уровне иерархии, на уровне мирян, вот реально, исходя из того, в чем мы живем сейчас, из нашей ситуации, каким может быть это общение, какие у него могут быть перспективы, в чем оно заключается? Прежде всего, о диалоге, о диалоге, я уже сказал, есть официальный богословский диалог, который ведется на самом высоком уровне, на уровне всех иерархов и православных, и католических, которые отвечают за контакты с другими христианскими конфессиями. вот, но этому, этому диалогу, я говорю, о нас, русских, православных, не хватает какой-то, что ли, опоры на народ, потому что, потому что, потому что, такие, такие важные вопросы, конечно, нужно обсуждать не только наверхах, вот, но и народ тоже должен что-то, что-то знать о католической церкви, о католиках говорят очень много, но, к сожалению, эти речи чаще всего оказываются неосновательными. Помню покойный Владимир Рожков, когда он начинал свои лекции по католическому в Московской духовной академии, начинал первую лекцию с того, что говорит, вы должны забыть все, что вы читали о католичестве, потому что, то, что вы читали, это еле старо, или, или просто даже неверно, католичество сильно меняется, и современное католичество это уже не католичество 19 века и первого Ватиканского собора. Вот, и я, я хотел бы надеяться, что наш народ, если он лучше узнает, что такое католичество вообще, и изменения происходят в католичестве в последнее время, будет меньше иметь такого вот необоснованного негативизма, и просто будет интересоваться по существу, а что же это действительно такое католичество, почему наша церковь существует раздельно, чем католическое богословие отличается от православного и так далее. Это ведь все очень интересно, и это может на разном уровне существовать, может на таком популярном уровне только как-то преподноситься. Общение это узнавание, знание друг от друга, знакомство. это подъявка для преодоления каких-то старых сериатиков. Спасибо. Отец, фанат. Я хотел бы добавить что-то новое. Когда мы говорим об обшении, тоже надо иметь в виду, что у нас есть общая десятилетняя история. И действительно это нам нужно оценивать. Особенно когда мы говорим например о учениках, которые есть общая история про славный и католический сервис. И во-вторых, в настоящем то, что мне кажется тоже важным, что если что-то общее, роль которой играют теперь папа и патриарх, они должны не только печатать перед своими сервисами, они должны играли какую-то роль более мировой скажем, но в мире вообще. Только один пример допустим, но после этой встречи в Голландии патриарх летел в Бунос-Айрес, потом Чили, в Пунтарелес, оттуда он летел в Антарктиду. Все свои выступления в Медиа, в Южной Америке были просто все люди как-то приняли в Востоке. И когда он служил там, в Антарктиде, собрались не только богославные, но тоже и католики и протестанты. То, что я хочу сказать, что папа Франциско и патриарх теперь играют какой-то роль гораздо широче, свои садки. И об этом идет речь, как-то мы тоже анализируем вот эту декларацию, что есть общая высота, и они как иди, и не только своих садки пытаются отвечать на эти высоты. Это мне кажется, что есть тоже община в этом сезоне. Отец, а какие вы видите самые распространенные ошибочные мнения о католикской церкви? Когда вы говорите о том, что нужно действительно воспитание, образование, что церковь сегодня уже не та, которая была в 19 веке, какие вы видите ошибочные представления о том, что католичка церковь это что она на самом деле нету? Ну, прежде всего католическая церковь воспринимается как нечто стоящее в одном ряду со всеми прочими неправославными христианскими церквами, а на самом деле это совсем не так. Скажем, к нам очень близки древние восточные христиане так называемые монофизиты и так называемые мистериане, но эти христиане отделились от Вселенской Церкви гораздо раньше, чем произошло разделение христианского мира на мир православный и мир католический. С другой стороны, многочисленные протестанты. Конечно, протестанты бывают очень разные, но современные протестанты в большинстве так далеко ушли от христианской традиции, что даже и человеческий диалог с ними весьма затруднительный, не говоря о диалоге церковном, богословском и так далее. Так что действительно получается, что католическая церковь это из всех христианских конфессий церковь самая близкая к православной, поэтому особенно болезненно разделение церковное и хотим понять, от чего это разделение, что нас реально нынче разделяет. И что же нас реально нынче разделяет? Ну, есть много о чем можно говорить. Я бы сказал, что самое главное это папский догмат. Догмат о папском примате, как он формулирован прежде всего Первым Ватиканским Собором. Это именно догмат, это непременная вероучительная часть католичества. Да, и скажем, католики, которые не признают папу по каким-то причинам, скажем, как в Китае католиков заставляли независимыми от папы, кажется, до сих пор заставляют. Вот, такие католики уже не могут считаться католиками в собственном смысле, именно потому, что они отторвались от папы. И вот этот папский догмат, о котором я сейчас не буду делать их читать, он, я считаю, является главным препятствием для церковного единства, потому, что, скажем, тринитарный догмат Филиока, как показал наш великий не только церковный историк, богослов Василий Васильевич Болотов, он этим занимался в рамках православного старо-католического идеолога еще даже в 19-м веке. Вот, Болотов показал, что на самом деле могло бы произойти восстановление церковного единства, в данном случае со старо-католиками, при наличии у них не только филиокла как пункта учения веры, но и как пункта символа веры. Отец Фома, а как католическая церковь формулирует то, что нас на самом деле разделяет, и насколько для нее принципиально то, о чем сейчас сказал Отец Валентий, то есть есть ли какая-то перспектива уступок со стороны католиков ради объединения? Да, вот, я сказал бы, во-первых, что, да, я согласен, что то, что разделяет нас больше всего сегодня, это более экрессиологический аспект, но, экрессиология, это, я считаю, довольно самый главный такой предмет. Я сказал бы, это две вещи, чтобы давали то, чтобы уточнить, но, во-первых, что католическая церковь, как православная церковь, мы не будем как-то отказаться от нашего вера, от нашего понимания о истине, да, но то, что нам нужно понять, что вот мы приписываемся к истине к лучше, к лучшему, но, как мы понимаем эту истину, это да, это развивается. И пример Ватиканского, первый Ватиканский собор, там это какой-то понятный, другой потом, почти после века, второй Ватиканский собор дополнял, объяснил, было какое-то другое понятие, нет другое, потому что другая истина, но вдруг это мы углубшались в понимании роль Папы вообще в религическом точке зрения и эклесиологической точки зрения. Так что здесь речь не идет о том, что нам нужно отвергаться истине, идет о том, что мы понимаем и углубшаем наше понимание о истине. И таким образом это развивается. И таким образом мы можем найти общий истин. И последнее, я тоже думаю, что то, что отличает или как-то разбирает нас, это грех. И это нам нужно тоже быть ясно об этом. Разделение это мы можем понимать, мы можем терпить и найти диалог, но не забывать никогда, что это плод греха. И межрелигиозный диалог это всегда тоже призвание в смирение. болезнь и спомога и прочь. Так что грех тоже играет какой-то роль в этой динамике. но все таки отец Томас например как вы видите что в католической церкви были бы готовы отрекаться в польской истины как вы сказали отрекаться например от догмы безощренности папы или непорошего запчатя или филёвы это возможно понимать это как углубление истины я повторяю чтобы было как-то ясно то что я думаю и здесь мы не находимся на рынке что нам нужно как-то торговаться что я даю тебе что ты даёшь мне от чего мне надо отвлекаться и тебе надо отвлекаться речь не идёт об этом истина это одна как мы понимаем её как мы речь идёт об углублении как вы сказали о понимании и как мы присядемся к этой истине да об этом идёт речь но татухи есть сколько примеров например отношения между церкви и общества отношения между государством и церковь и в церкви показывают что вот истина одна но как-то я не хочу сказать что она меняется потому что это будет действительно нет об этом не идёт речь но понимание человека этой истины это каким-то образом развивается почему потому что исторический фактор развивается потому что теология как наук развивается потому что человек остаётся более свободным более свободным перед людьми и так дальше так что об этом идёт но здесь и всякий диалог особенно между церквями не идёт о том что я даю тебе вот это ты даёшь мне вот другое но со смирением кажется как мы можем понимать нашу общую истину тогда еще может быть о реакции мы если мы говорим именно о предании церкви очень часто после этой встречи инцитировали разных излечений святых и старцев здесь в России которые очень отрицательно относятся к католической церкви как с ним быть отец Валентина они конечно имеют право быть они так понимали свое отношение с католической церковью их вычеркнуть нельзя можно задавать тот же самый вопрос потом отец Гарсия потому что понятно что как понят единство церкви один то есть другое Валтиканского собора совершенно другое сейчас понимают вот как как быть с этими святыми с этими старцами которые достаточно так я бы сказал что есть учение церкви как таковой и есть понимание этого учения разными людьми я думаю что о католичестве высказывались самые самые разные мнения вот и среди того что говорилось о католичестве были и весьма поводительные мнения и мы просто не учитываем всей суммы воззрений на католичество противостояние католичество и православие это это не есть нечто все время остающееся в одном и том же состоянии когда-то когда-то было совсем по-другому уже уже после разделения церквей были примеры замечательного сотрудничества здесь есть такая сербская святая Елена она была государиной причем она она прочитается как святая в православной церкви но историки доказали что она католичка на самом деле и в своей жизни она она была в 13 веке то время когда уже не было на самом верху не было общения между Римом и Константинополем а вот она ее все воспринимали свои и и католики и православные она строила православные монастыря она строила католические соборы вот и и вот результат ее жизни это ее причисление к ликусу вот такие такие примеры есть например когда-то в Александрии еще до ее буквально накануне завоевания Александрии иноверцами там был патриарх Иоанн Милостивый это был строго православный патриарх но его почитают как святого и православные и монофизиты вот такие случаи в истории церкви бывали и они говорят нам о том что может быть может быть разное отношение к тому что мы называем общим словом инославие может быть разное отношение к католической церкви о которой мы сейчас размышляем а если к вам кто-то из прихожан придет с цитатами из святых такими про то что которые геретики и так далее скажет как же отец Валентин вот тут же святые пишут что с ними нельзя вообще на учий стол садиться а вот люди же смущаются что вы отвечаете на это ведь это все-таки творение канонизированных святых очень трудно человеку объяснить что одно дело он канонизирован за свою благочестивую жизнь а другое дело его труды которые как они канонизировали сами по себе например у нас канонизирован святитель филарет митрополит московский вот который который католической церкви относился как минимум с уважением это уважение простиралось до того что он благословлял на проскаминке упоминать тех католиков которые не были врагами православной церкви вот свидетель филарет считал что вселенский собор невозможен потому что в нем не будет участвовать западная церковь то есть католическая то есть он он относился к католичеству не так как к нему относится вот та часть святых о которой вы сейчас сказали то есть то есть объясняется что на святых были разные мнения разумеется как я сказал есть учение церкви и есть индивидуальные интерпретации этого учения православной церкви вопрос какие ваши ожидания от всеправославного собора который будет в юнию я веду что документ подготовительный документ об отношении с другими христианскими конфессиями очень интересная на самом деле но не все реагируют так выражительно к этому документу но грузинская церковь здесь в России зарубежная церковь тоже достаточно жестко отвечает и как бы не совсем согласен с этим курсом какие ваши ожидания именно от этого собора я от этого собора не ожидаю никаких чудес но в то же время у меня нет абсолютно никаких отрицательных ожиданий хотя бы уже потому что наша русская церковь настояла на том чтобы на всеправославном соборе был принят принцип так называемого консенсуса то есть это принцип согласно которому решения принимаются в семье если кто-то один не согласен решение не принимается в принципе если угодно знаменитого польского соима вот то есть мы не должны опасаться что там произойдет какой-то подрыв православия потому потому что действительно есть такие церкви как грузинская православная церковь которые крайне настороженно относятся ко многим вещам в современном мире в современных межхристианных отношениях но они будут иметь так же как и русская церковь на этом всеправославном соборе все возможности блокировать то что с их точки зрения будет неприемлемо я думаю что мы перейдем ближе к обсуждению текста декларации вот такой у нас вопрос эта встреча многие это комментировали носила такой почерпный как бы светский характер даже самое место да вот веб-зал аэропорта такой контекст и основный пункт вообще-то содержания этой декларации это такие социальные социально-политические социальные заявления то есть это выглядело не совсем как встреча богословов а как встреча и даже церквей именно как встреча социальных организаций вот Джон Франсуа даже сказал мы же все-таки не он вот нет ли в этом какого-то лицемерия что вот по общественным проблемам договариваются потому что не могут договориться собственно о примирении и именно каких-то богословских вопросах которые оставляют стороне и выступают именно как две социальные организации но я думаю что как мы сказали раньше но богословский диалог идет так что это полное нормальное и что это была более скажем пастерская и духовная встреча но тоже как-то подчеркнуть что это не значит что менее важнее в том что все эти пункты или предметы которые патриарх и папа обсудили они действительно важны и когда мы говорим например особенно то что в начале документа сошит христиан в ближнем востоке это конечно это является самым главным случаем сегодня и они то что не очень утешало что они не определили но католики или православные они хотят сошит христиан в ближнем востоке в ближнем востоке таким образом вот это это я не думаю что как-то менее важны но это действительно важно и очень практично потому что мы видели что например сенаты в США после двух недель после этого собрания вот они подвернули вот декларации что то что подписали папа и патриарх по поводу христиан в ближнем востоке это важно так что это практично конечно мы не можем решить эту проблему допустим у нас нет армии или что-то как-то чтобы решить эту ситуацию но да они могут обратить внимание в мире к этой ситуации как лидеры лидеры не только своих церквей но лидеры скажем современного мира так что те которые критикуют что это будет типа социальное скажем осуждение разных предметов каким-то образом они правы но это не значит что это менее важное но в том числе и нашим русским православным верующим что в современном мире чрезвычайно важно сотрудничество церквей в том числе православной церкви и католической церкви я бы сказал в первую очередь сотрудничество этих двух церквей таких вопросах как скажем с одной стороны судьба христиан на Ближнем Востоке Ближний Восток это родина христианства и сейчас мы видим что христиан там уничтожают и в лучшем случае пытаются их изгнать оттуда вот конечно конечно это должно быть остановлено и кроме того кроме того конечно очень важно то падение нравственности которое происходит во всем мире и преимущественно в западном мире которое выражается в различных законодательных новшествах и приводит к самым катастрофическим последствиям вот в такой сфере тоже чрезвычайно важно совместное действие православных и католиков скажем когда наш патриарх будет перед нашими законодателями российскими защищать христианские ценности ему будет что сказать по поводу того как к этим христианским ценностям относятся в мире его позиция усиливается перед лицом тех законодателей которые хотели в угоду западу изменить наше российское законодательство по определенным пунктам его позиция будет более сильной когда он сможет ссылаться на римского европа я тоже хочу когда я не могу быть больше согласен с вами отец я думаю что именно то что например когда мы говорим о секурализации в Европе когда мы говорим о ценностях в Европе это общая салатя патриарха и пабли как лидеры в Европе большая восточная сапогна Европа в Европе это общая салатя найти крестьянскую корню в Европе и оживать ее это не могу быть больше согласен простите вам не кажется что наши церкви как бы очень опаздывают с такими призывами в смысле что еще раз уже мир уже пошел дальше уже все уже все законы приняты а мы христиан повторяем старые запреты законы защищают право вы уверены что это правильный подход что мы сможем восстановить такой правильный взгляд на человека повторяя принципы вы действительно уверены у меня большие сомнения о том что таким образом мы сможем спасти корабль в хавычках я не знаю что мы сможем чего мы не сможем потому что мы должны действовать то что по крайней мере наше слово должно звучать это для меня совершенно незаметно я чуть-чуть больше наивный может быть но действительно я уверен что мы можем что-то верить потому что здесь все заключается с моей точки зрения антробологическом вопросе и кто человек в конце концов и кто мы для чего мы существуем я думаю что в каждой культуре у каждого человека ищет смысле своего существования и церкви могут помогать разными образами но здесь самый принципиальный вопрос это о мысли нашей жизни это антропологический вопрос кто мы и честно слово я смотрю на Европу и извините но я не найду нигде более адекватный ответ чем о сервии у нас у православных католиков я бы немножко уточнила вопрос Жан-Франсуа в декларации упоминается о праве на жизнь как-то перечислены эстаназия и разные другие такие вопросы этические но если почитать о чем сейчас реально спорят ученые которые сейчас очень активно обсуждают вопросы этики в том числе западные ученые которые занимаются развитием биомедицинских технологий совершенно очевидно что они уже действительно обсуждают просто через 10 шагов после отношения к тому что сейчас обсуждают у нас в православных и католических кругах то есть на существующий запрос именно со стороны научной медицинской этики вопросов ответов в общем никто пока не ищет а когда их начнут искать то выяснится что уже опять уже следующие поставлены мне тоже кажется что есть некоторые запоздания уже геном редактируют все там что-то про эвтаназию обсуждали я не знаю как католические церкви верим что там очень много делается в этой области но что касается русской православной церкви у нас сравнительно совсем недавно были приняты очень важные подробные документы касающиеся как раз биоэтики то что я могу сказать я не смотрю на тему так негативно если честно я думаю что действительно в католическом мире интеллектуальном мире мы очень активно действуем это не значит что мы будем победить но что мы играем какую-то роль это конечно это я вижу например у товарищей у брата лисуетов например в Европе в университетах в разных публикациях я думаю что действительно мы католическая церковь позиция католической церкви это не пассивно действительно очень активно и ну и комиссии по науке в Ватикане но действительно есть и говоря о лисуетах в наших университетах очень очень активно занимаемся этими вопросами да в России в СМИ публикации на эту тему с ярко такой выраженной позицией этической христианской довольно мало если принимаются какие-то документы внутрицерковные то они вот если читать то что обсуждается реально людьми в соцсетях в СМИ этот голос не звучит может быть это ровно то где нам можно как-то перенимать университетах например ну я не знаю наша церковь отвечает на такие вопросы в своих официальных документах вот и очень важно что голос церкви звучит верующий стоит перед выбором он может выбрать учение церкви а может прямо скажем изменяя своей вере принять вот то что является тем или иным новшеством современной этики сомнительной секулярной ну наверное последние вопросы связанные может быть с перспективом ну конечно что суд этой встречи и этой декларации конечно сложно гадать на кофейне гуще но если действительно какие ваши прогнозы в отношении может сказать какие ваши видения отношения между к себе православной церковью сегодня как вы видите возможности развить этих отношений после этой встречи это новый импульс какой-то и к чему это может прийти то что я вижу что здесь нам нужно как-то ну как приведет уровень уровень диалогов или услов конечно разговоры и встречи продолжаются и это слава богу но я очень уверен что же что это тем более что это встреча была без условия в будущем мы будем вот видеть снова такую встречу я могу сказать что я отношусь на эту дему на перспективе очень положительно и очень да надежно я думаю что как отец очень правильно сказал в начале общение это прежде всего знать друг друга и таким образом освободиться тоже от предпосылок но то что например в это время я прочитал в медиа сколько я был удивлен написано было о лесуитах так что конечно нам нужно знать друг друга больше таким образом мы строим диалог и я скажу например я директор одного из крупного института здесь в Москве то что касается она допустим не знаю организовать конференции то что вы занимаетесь то что мы уже занимаемся скажем давно но продолжать с новым импульсом каждый по своему уровню и так работать по-тихому с надеждой и оптимизмом я очень положительно и с надеждой смотрю перспективы и только только что это не значит потому что это на этот уровень дорога сложная как вы сказали правильно здесь я наивный но не слишком не дорога конечно сложная есть разные такие уровни нашего разговора теологически надо понимать что это значит единство наверное надо понять по-другому теперь чем не знаю 50 лет назад но и как папа франциско сказал правильно по путев мексико я не знаю я сказал я не повторяю но идея такая я не знаю если когда вернется иисус он найдет одну церковь но я надеюсь что он найдет нас когда работают вместе и и я на это направление я бы не сказал что что у меня есть какие-то какие-то ожидания что все все быстро начнет меняться но чего бы я хотел это того чтобы наш православный народ отказывался от мифов в том числе от антикатолических мифов и вникал в подлинную истинную историю католичества потому что изучение католичества как это очень часто бывает нам лучше поможет понять самих себя понять почему отличается католичество наша церковь это не католическая церковь и вот такое углубление само по себе полезно ну и кроме того конечно же мы христиане мы должны у нас первый рак учиться также и благо желательно христи друг другу этого нам иногда очень очень не хватает тогда мы наверное передадим микрофон золу я на месте не стала обобщаться все у нас невежественные очень потому что я в свое время ходила в историческую церковь больше года и причинялся тогда же потом вернулся обратно к православу и у меня вопрос такой к Варюшу там я зря поступоилась можно переходить переходы из православия в католичество не решают сарковную проблему по существу понимаете так что я считаю что положительно то что вы вернулись к двери своих отцов но в то же время я думаю что ваш опыт недолгого пребывания в католичестве вам поможет как-то более более просвещено католичество и не не поддаваться таким вот стереотипам которые не могут быть оправданы истиной саркова смотрите какая штука если говорить о том что было огорчительно за это время конечно же некая в нашей среде да вот с нашей страны конечно же некоторая диспыточная серьезность вот мой старший товарищ рапини советский в свое время говорил серьезно бывает звериная и серьезность ангельская и сегодня когда мы собрались говорить о том что для нас каждого всего на свете о нашей вере я призываю вас давайте будем серьезно ангельской то есть легко и весело ангелы легкие иначе они не смогли летать и смотрите я бы не согласился с тем что в декларации не было богословия богословского содержания с моей точки зрения там был важнейший богословский тетис один который по значимости перекрывался остальное содержание это было скорбь разделения внятное угрожение скорбь разделения и если вернуться к тому чего не хватало вы знаете вот такая неготовность к совместному радованию о Христе Спасителем как батюшка Серафим говорил Марсоровский да радость Христос воскресе вот это понимаете какая вещь и здесь к сожалению отсутствует мой товарищ Константин Камышан священник Рязанский он вскоре после этой встречи дивный дивный опус написал со своим опытом встречи с католиками и вот он пересказывает другу своего слова который оказался в Италии где-то в диверии стал беседовать а ему страшно обрадовались о Христос славный и так и что-то о вере а он стал что-то рассказывать о Филион таком у меня перепуге и они огорченно сказали мы-то с тобой хотели поговорить о важном а ты на то какую-то позуистику разложишь о важном приятном значимости и вот вы понимаете если задать вот что дальше ну препят вот препятствия движения я-то думаю это митик опять же ну личное мнение говорю да личное мнение рассказываю про себя и среду в котором мы живем конечно же митик негласный но тем не менее очень определенный существующий я бы сказал запрет на творчество в том числе на творчество богословское на творчество если хотите даже литургическое понимаете думать что вот те три литургии которые мы скажем пользуем служим сейчас это все и до мерки и до страшного суда в этом смысле мне кажется это даже хула на дух святаго и на его творческую силу это не означает ни малейшее напряжение к традиции традиции наше сокровище дивное его надо беречь и надо быть верным надо преданным быть этой традиции но главный это вопрос какой а как любить друг друга поверх разделений да в следующих существующих это реальность не признавать ее нельзя в этом бросаться нельзя и как радоваться внестя поверх разделений поиск поиск артисту в Миссионерской факультет Свято-Тихоновского университета. Для начала хотел бы поздравить всех здесь, которых присутствующих с наступившей Пасхой Христовой, Господь наш Воскрес, и это наша радость. Благодаря мои отцы, в своем приходе, в котором я служил там, при поддержке института я занимаюсь простительными беседами, рассказываю пасты нашим прихожанам об общих наших святых, таких как Папа Сильвестр, живший при имбераторе Константине, Папа Лев Великий, Григорий, двое слово православие или Григорий Великий в общем, и таких даже малоизвестных православий святых, как Святой Бенедикт Норсийский, вчера отпоминаемый в православии, или Святой Велепрор, проститель Фризов, Святой Бонифас, проститель Германии, но определенные люди считают, что это такие простительские беседы являются совращением в православные пасты и уведение их, по их мнению, в ересь, называемую гуминизмом, хотя она такая вот не является. И поэтому у меня из этого два вопроса. Первоначальный дараклама, отец Валентин, как вы претендовали бы общаться вот с этими людьми, которые видят в этом некую ересь, работать ли с ними, или лучше особо им ничего не доказывать, поскольку они уже и так отвергли, не хотят общаться с которыми. И второй вопрос к вам, Антоингу, уважаемые отцы, это какие вы бы предложили темы общей для католического баса, и о чем стоит рассказать в пасхе. Спасибо, Господи. Я считаю, что ни в коем случае не нужно окращать бесед с так настроенными людьми. И тема западных святых очень важная тема, потому что западные святые, те западные святые, которые жили до разделения церквей, самим своим бытием свидетельствовали о Вселенской Церкви. И нам, они до нашего времени доносят эту весть о Вселенской Церкви. Православие – это не Восточная Церковь. Нельзя отождествлять Православие с Восточной Церковью. Православие – это Вселенская Церковь. Вот Пятый Вселенский Собор, который мы все принимаем, он назвал имена «двенадцати избранных отцов учителей Вены». Среди этих двенадцати было четыре западных отца. И среди этих западных отцов был блаженный Августин, на которого так любят нападать некоторые православные. Августин – это не только святой, почитаемый также и Православной Церковью. Это великий богослов. То, что он великий богослов, засредительствовано самим Пятым Вселенским Собором. Так что и к самому августинизму мы поэтому можем относиться и по-другому, если мы будем больше доверять Вселенским Соборам, нежели последующей, поздней и очень часто упадочнической взаимной полемики. Альфред Хоутер, город Калининград. У меня даже три вопроса. Два вопроса от Патрия Горсия и один вопрос к представителям Русско-Православной Церкви. Патрия Горсия, скажите, пожалуйста, поднимались ли на встрече в Голландии вопросы, связанные с отношением мирового профессионства к представителям так называемых нетрадиционных сексуальных групп? И почему Церковь так боится тех, кто ей, в принципе, не угрожает? И как оценивает современная католическая Церковь ситуацию в Украине или на Украине? Действительно ли там религиозное положение настолько плохо? И параллельный вопрос к вам, Владыка. Вам не кажется весьма скорбным, что два христианских народа оказались разделенными? Я считаю, что это разделение не есть от Бога. Но все время, вот когда я с кем-то сталкиваюсь и разговариваю по вопросу положения в Украине, я вспоминаю святую книгу Ольгу. И говорю, что книгения Ольга, первая христианка, святая женщина, которая приняла крещение в Киеве. И, пользуясь возможностью, я хочу сказать, не надо нам разделяться. Русские и украинские народы должны объединиться на круг распятых. Простите, давайте немножечко покороче, потому что еще много желающих задать вопросы. То, что я могу сказать по поводу этих вопросов, ко мне, я думаю, что есть, как в декларации написано, но общий взгляд между православной и католической церкви по поводу, не знаю, всех этих этических и моральных вопросов, но понимание освященства, опоминания, то, что вы сказали. Ну, так что не вижу что-то действительно проблематичное между церквями. По поводу Украины, то, что, мне кажется, что написано в декларации, тоже, мне кажется, очень аккуратно и точно написано. С одной стороны, конечно, униянства не может быть теперь следствия, чтобы как-то попытаться найти единственную церковь, а с другой стороны, вот, униянцы больше имеют право существовать и расшиваться, но таким образом, вот, в этой декларации, я думаю, что действительно хорошо и это все написано. Святая Ольга, действительно, святая древней, как говорят, неразделенной церкви, хотя она крестилась в Константинополе, не в Киеве, а в Константинополе, вот, известно, что она обращалась в Германию, прося прислать ей немецких миссионеров, вот, так что, действительно, она вот самой своей деятельности явила свое отношение к церкви и восточной, и западной, как к единой церкви. Александр Шметов, Украинская католическая церковь, ну, поскольку вопрос об Украине прозвучал, могу сказать следующее, что, наверное, вот эта декларация вызывала разговоров среди украинских христиан, ну, никак не меньше, чем среди христиан России. Там, правда, эти разговоры на сильнейской именнонаправленности, что там тоже было полно неожиданностью, и пункты, относящиеся к Украине, к особенностям украинской католической церкви и к Киевскому патриархату, то, что принимались они, естественно, без участия, без согласования с украинскими католиками и с Киевской патриархат, естественно, ну, такие вещи всегда напрягают. К тому же принятие этой декларации, Кованское, оно пришлось на дни, когда готовилась конференция, посвященная 70-летию Ивовского псевдособора 1946 года. Ну, и примерно три недели там шло такое очень серьезное бурление, обсуждение. Но за это время предстоятель украинской грекатолической церкви Святослав Шевчук встретился с папой, и папа заверил его в своей любви к Украине, что греко-католиков никто не собирается распускать, закрывать и так далее. И даже вот слова, которые звучат здесь в российском сегменте социальных сетей о окончательном решении гниатского вопроса, дословно так вижу, вот что этого, конечно, не будет. Второй позитивный момент, который произошел, это то, что в первых числах марка было подписано коллективное письмо от православных, из московского патриархата, из Украины, из Европы, из Константиновского патриархата, о том, что мы признаем непроводу того, что случилось в 1946 году. И уже 17 марта на конференции, вот эта она очень посвященная Львовскому технику-сакону, предстоятель украинской ректорической церкви Святослав Шевчук, он выступил с предложением написать ответное благодарственное письмо, из которого я только говорил, вот позволю себе два абзаца зачитать. Наш ответ лучше можно передать словами, прощаем и просим прощения. Но мы не можем двигаться вперед с лицом прощенным назад. Наши отношения обозначены веками острых конфессиональных болезней, ищущими свежими конфликтами, последними сетями и конфликтами, которые разделили и общины, и даже дельные силы. Сегодня, раз нельзя, нужно отказаться от такого стилей, то образование с ней отношения, оставляя прождуем и следователем, всемогущему Богу, который является лучшим целиком наших умов и сердец. Надо общаться, надо разговаривать. Мне кажется, что, уважаемый Антон Франсуан, ваша замечательная площадка здесь, это замечательное место, где действительно могли бы встречаться между собой и православные, и греко-католические богословы, миряне и священнослужители, и, соответственно, искать эти примирения в истине и любви. Спасибо. Можно я позвоню, отец Валентин, в вашем мнении? Это, вам кажется, вопрос отношения с католиками и с этим собором 1946 года. Это, по вашему мнению, это один из вопросов, который не так измышается? Это часть мифов, которые существуют в обществе, или это вообще неважный вопрос? Ну, уния, конечно, воспринимается православными болезненно. Я думаю, даже, что болезненнее, чем у нас, она воспринимается на Востоке, и у греков, и у православных арабов. Что касается нас, то мы имеем в истории разные виды воссоединения униантов с православием. Вот. Собор 1946 года – это не единственный собор, который занимался воссоединением униантов. Было воссоединение униантов при императрице Екатерине Великой, было воссоединение униантов при императоре Николае Павловиче, и, наконец, место было воссоединение при императоре Александре Второму. И во всех этих трех случаях униаты очень-очень спокойно переходили в православие. А те, кто не хотел переходить в православие, переходил вынужденно, переходил в латинский обряд. Вот. Что же касается того, что произошло в 1946 году, это было совсем не то, что было в царской России, потому что это, конечно, было грубое насилие, и насилие вовсе не в интересах православия, насилие безбожной государственной власти в интересах этой самой власти. Вот. И именно она и несет основную вину за те несправедливости, которые были совершены тогда, в 1946 году и продолжались достаточно долго. Наверное, с самого конца 80-х годов. Виктор Сандаринов. Небольшой вопрос в продолжении вопроса моего коллеги, занимающегося миссионерской деятельностью. К большому сожалению, вот, отец Валентин, то, о чем вы говорили, как необходимости просвещения и отказа от мифов о католичестве, вызывает почти всегда негативную реакцию в социальных сетях, на форумах и так далее. Потому что, ну, в качестве примера, вот распространенное, ну, на мой взгляд, очень распространенное заблуждение о учении о безгрешности Папы Римского. Когда начинаешь объяснять, что это учение о безошибочности при обращениях с катедра, при обращении с толкованием догматов веры, то сразу же возникают ответы. Вы хотите объяснить, что в католичестве все хорошо, ну, так туда и идите. Вот. Вот. Вопрос о методике такой просветительской деятельности, которая, с одной стороны, не была бы искусительной для православных, с другой стороны, позволит бы преодолеть действительно накопившуюся гору мифов о католичестве. Очень трудно преодолевать предубеждения, но все-таки это возможно. Если кто-то станет толковать инфолибилитес как безгрешность или непогрешимость традиционный русский перевод, разбейте латинские слова и покажите, что такое инфолибилитес. И тогда, когда, я думаю, человек уже по-другому будет воспринимать то, что вы ему совершенно правильно говорите. Андрей Лихачев, фонд «Доктор Гааза». Мы в этом прекрасном помещении несколько раз в фильме показывали о докторе Гаазе. И сейчас готовим, в совместном с католиками, просмотр для православных католиков инвестиций для меня. И поскольку католической церкви занимается вопросом верификации доктора Гааза, а православная Москва называла его уже при жизни святым доктором, то эта фигура, как мы считаем, объединяет нас. Но вопрос такой. Имеет ли смысл нам после фильма обсудить вот эти вот немаловажные для меня лично темы встречи папы и патриарха? Паповского бога и отца? Я думаю, что это хороший повод для обсуждения всех связанных с нашими отношениями православно-католическими тем. Но прежде всего здесь хорошо было бы поговорить о тех действительно святых людях, которые реально соединяли вокруг себя и католиков, и православных. Алексей Маркевич, если бы я вернулся к теме встречи папы и патриарха. И с одной стороны все отмечали, что была нестандартная встреча, что не было запомнено вопросов, и они как бы остались задвинутыми. И украинский вопрос с Унией, он хотя и был упомянут, но тоже он не был разрешен. Можно ли смотреть на эту встречу как просто на них попытку новой формы диалога? Потому что разрешить старые вопросы, их не представляется возможным в сегодняшнее время. Какими-то уступками, как Вы сказали. Нельзя просто уступить друг другу, нельзя просто сказать, ну давайте вот подорвуемся как-то. Но можно ли посмотреть вперед и найти какие-то новые формы диалога, не зацикливаясь на старых вопросах, связанные с досмотрами, с одной стороны, и вот с политическими отношениями и так далее. Какие новые формы? То, что я думаю, что, конечно, встреча была действительно успешная. Я не знаю, если это как новый образ встреч, конечно, теологические собрания и обсуждения важны и нужно как-то продолжать. Но эта встреча, мне кажется, особенно важна, что дает нам какое-то направление, куда идти, куда нам нужно и стремиться. Мы можем действительно работать много с этой декларацией и практическими делами. Новый образ или нет, встреч, я не знаю, что сказать, но действительно это было, я сказал, сказать, очень продуктивно, но плодотворно. Я думаю, что если будет православных интерес к католичеству, то сами собой найдутся какие-то новые формы обсуждения на самых разных уровнях, до Приходского включительно. Спасибо. Я думаю, что наша встреча уже близится к концу. Может быть, совсем последний вопрос. У нас у нас замечательный книжный магазин, Отец Валентин. Ну а что вы подсказывали? Эти книги вам были важны, может быть, в вашей жизни или были бы полезны для нас читать именно в связи с этой главной идеей, о которой мы сказали, о развенченных каких-то мифах. Среди книги про Батарея Владимира Рожкова, мне кажется, уже нет, он не в продаже. Что вы нам посоветовали бы читать, чтобы лучше знать? Я бы посоветовал читать фундаментальные исследования, посвященные церковной истории. К примеру, исторические сочинения нашего замечательного русского дослова, жившего в эмиграции отца Иоанна Мейндорфа. Я думаю, что нам пора заканчивать. Спасибо большое вам за то, что вы пришли, за то, что мы участвуем в этой диалоге. И я еще хочу сказать, что вот есть люди, для которых факт встречи Папы Патриарха точно оказал. Я бы не положительно заговорилась. В общем, Культурный Центр Верховного Библиотека, конечно, будет процветать после этой встречи и дальше. Будем работать. У нас всегда была площадка этого диалога. Спасибо Жанну Францову, за то, что организовал свою лучшую встречу.